Ему 23 года, и 15 из них он фоксирует. Его рост 177 сантиметра. Он победитель первенства Европы и чемпион юношеских олимпийских игр. Во взрослой карьере последовательный и упорный. Он стал притёром чемпионата России в 21-м году. В 22-м стал финалистом. И если следовать логике, то 23-й год напрашивается стать чемпионским. Готовый показать всё, на что способен. Он прибыл на берега Ура, с берега Невы. Илья Попов! Ровно в бодиаганале. В синемку ринга боксер, представляющий Оренбургскую область. Его рост 171 сантиметр. Поксуру 29 лет. 19 из которых он занимается боксом. Боксировал на чемпионате мира в Ташкенте. И на олимпийских играх в Токио. Четырежды он покатил в пеналы чемпионата России. И четырежды становился чемпионом. В свой пятый пенал за новой победой. Из Оренбурга. Гавил Мамбера. Попов очень уверенно прошёл этот турнир. Яркие пардеды, которые не оставляли сомнений ни у кого. Гавил потихоньку набирал форму. Не стремился сразу с первых же боёв показывать максимальный свой уровень. Ну, это опыта, это правильная тактика. Надо выйти на максимально функциональный уровень. Как раз в финале, в главном бою. Ну, посмотрим. Посмотрим, как всё будет продолжаться. Гавил пошёл вперёд. Подкрадываясь, подкрадываясь. Очень аккуратно. И спортсмены действительно знают друг друга. Вот и по встречались огромный, конечно, раз. Но у нас полное повторение. Финал 22-го года. Там опять же, как вы и отвечали, Гавил был сильнее. Да и вообще, в отличных встречах, да, есть приму, что по... Хорошо, что он провёл право прямой. Пол-финаля Гавил одолел от Ингиза Хатаян из Краснодарского края. А Илья Попов справился с Аданом Сандановым из Бурятии. Внимательный опуск. Надо смотреть за ногами. Видите, они в разных сторонних стойках работают. И иногда могут наступать на ногу сопернику. Один, тот, другой. И мой момент даже специально. Руку не оставляйте. Не всегда Гавил смещается влево от себя в сторону, уходя от сильнейшего соперника. Хорошо в туловище сейчас пробил. Илья. Собрано. Здесь тут пробил. И опять правый, левый снизу, правый, прямой. Тут ещё что может быть в этом противостоянии? Гавил ездил на чемпионат мира в Ташкент. Ну, ждали от него там гораздо большего. Дождались, но чемпионат мира проходил не так давно, в мае месяце. После этого, естественно, был какой-то период отдыха, восстановления. И на каком состоянии он подошёл вот к сегодняшним боям, к сегодняшнему турниру. Тут могут быть какие-то сложности, что всё-таки не успел набрать максимальную сумму. Вот последнюю минуту, брат, а вчерстую Гавил забрал. Он ведь правый, снизу, левый прямой. Дошли до цели. Сейчас, видимо, будет работа уже со стороны Ильи. Пережидает Гавил. И опять попадает. Хороший скорость показывает. Ну, душная скорость, а дело хорошее. Удары, может, не такие мощные, как у соперника, но скорость хорошая. Закрывай боковым! Закрывай боковым! Ростая степень! Другой капакал, бусы. Ну, там, второй удар, локоть пришёлся. Говорит, перекрылся. Беги, 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 беги! Беги, беги, беги! Беги, 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 беги! Вы слышите метры из того и с другого в уголах. Такой шум вы делаете. Зрители волсят. Весь фон создаёт тренер. Белый правый, белый правый, прям прибавляй сейчас. Прибавляй. Прибавляй, не сомневайся. Разбиваете, не ударяй. Иди, идите, идите бой. Один. Смотрим второй раунд. Ну, очень интересный был разговор в красном углу. Руслан Дадаев, главный тренер Санкт-Петербурга, ну и тренер Илья Попова, соответственно, сказал, что он же бросил с себя вот эту... Какую-то неуверенность, что он был робок в первом. Надо прибавлять, прибавлять. Нужны обязательно повторные атаки. Приработать понаглее, прямо так он и сказал. Не сомневаться в своих действиях. Вы здесь какой-то толчок. Нет, конечно, не удар. Слово прибавляем, наверное, он сказал раз в 20. Чтобы это слово дошло и просто поселилось в голове Илья Попова. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, постарался он быть максимально активным в дебюте. Слово раунда. Горю, пытался. Ну, вот, хороший. Наша дворочка, да, и левый прямой был очень хороший. Тоже нехто сработает перед рукой. Да, поактивнее стал Илья Попова однозначно. Надолго ли хватит Попова. Попова. Постоянная работа, вот, боксер и за... Хорошо, право боковой через руку подливает Дорьбилл. Пока он делает маловато. Я бы не сказал, что маловато. Он очень хорошо. Внимательно, злащите. Вот, и его приходят сработать защиту. Учитывая стартные моменты, даже не старт, а полраунда позади, даже больше. Здесь по защите туда-сюда, но... Вкладываются парни. И он сейчас пошел прессинг от Габилла. Дорьбилл постарается в последнюю минуту забрать и украсть этот раунд. Неплохо поджимает Габилл. Вот здесь в углу заставить, конечно, не стоит Попова. И есть перевод скорбуса на голову, ОТЕ. Хорошая катера прямой. Они в разрез. Нет, нет, тут заходят. Пуерье. Торос, который был Мамедов. Нет, атаки по-прежнему. Все, Мамедова. Ну, как устроил неплохо. Ну, защита уже? Ну. Интересный бой. И да, он заканчивается. Смотрим повторы. Максимально пытался воплотить в жизнь то, что ему сказали в перерыве перед вторым раундом для Попов. Ну, прибавил, действительно прибавил. Прибавил, безусловно. Надо отдать должное. Тренин, а это тоже оценили. Оценили ли судьи. Вот это уже другой вопрос. Оценили ли судьи. Надо получать хорошие бои, надо расти. А с этим проблем. Ну, опять же, с Кубы, за все, которые приезжают. Недавно мочевая встреча неплохая. С российскими кубинскими спортсменами. Славная традиция, почему нет? Наверняка можно найти варианты. Да, нет, но там нет таких сейчас профессионалов, которые действительно старые. По корму, до стол, по печени Илья Попов. Попов не плохо чувствует движение соперника. Тренинский спортсмен. Потихоньку, потихоньку подошел. Приняв все удары на блок. Вот, раньше, датаковать уже с более близим. Удобно для себя дистанции. Жестко. Приваясь для Бел. Еще одна атака. ну что ж, чисто удар становится у нас больше в этом поединке сейчас еще одна благодарная комбинация в защиту сейчас это габил читает еще сейчас правая рука зашла у Попова но тут же пропустил боковой удар еще серия лучшая, пожалуй, в матче вообще габила два или три удара, все в голову прилетело чисто хорошо снова на коротке, правый боковой сейчас атака сюда, снизу отличный поединок, если честно, хотелось бы посмотреть здесь и четвертый, и пятый, и шестой раунд на самом деле, ребята действительно готовы раскрываться, а учитывая их личную историю, и учитывая то, сколько раз они уже делили ринг явно им маловато 9 минут, это видно спасибо большое, и я, и Аллахи, отнесли бой показали оба ну так и ожидалось, что это будет самый интересный бой филы сегодняшний день так, третий финал у нас подошел к концу далее будет церемония награждений, и затем еще два поединка смотрим повторы что-то там насчитали судьи, очень интересно двадцать три года этого парня, двадцать три, а какой большой но за материал, посмотрите, каким он стал мощным каким уже стал мужиком настоящим очень рано взлетел во взрослый бокс немножко видимо, был такой период, когда он немножко переоценил себя очень много дифферамбур и угла тогда спета ну сейчас уже полигра очков на ваших экранах глава судейской комиссии внимательно что-то смотрит с ручкой в руке да, тут идет дискуссия да, 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 но очень близкий бой тут, видите, вот совет судей все-таки вы не должны вынести свой бердик ну сегодня у нас вообще все поединки получаются близкими да, ну такие финалы, конечно так положено ну что, где будет праздник, в Петербурге или Оренбурге? это был пенал левый и директор весовой категории очень ждет с реваншом Илья ну слушаем, слушаем раздельным решением победу Бальчика ну при главе 4-м только интереснее чемпиона России по боксу 2023 года боксер синего ума и всегда фигунал сезар поздравляем Капила, это будет интересно и двигаемся дальше это финал чемпиона России по боксу Илья Ваши аплодисменты его сопернику боксеру из Санкт-Петербурга Илья Попов Илья Попов попробуйте Илья Попов Капила